check out this epic drop всем привет дорогие друзья, рад вас приветствовать на своем канале с вами Vitorgan177 на обзоре у нас сегодня будет карта труд первая работа автора зовут автор у нас Вадим Сами Гуллин значит на карте у нас один на карте находится один закрытый гараж 9 точек разведки 4 АЗ, 6 пилорам 2 лесоповала, 4 точки погрузки и 4 слота в принципе да, УАЗик можно смело заменить я наскачивал тут УАЗиков давайте я наверное все эти УАЗики помещу сюда и так же плюс еще поставлю свой Урал в таком исполнении стартанем посмотрим на первую работу автора насколько оно все интересно не интересно, это мы сейчас с вами решим ну вот такая вот машинка достаточно красивая экспедиционная отдельно обзор все никак руки не доходит записать но вот хотя бы хотя бы вот так вот как-то да автором данных моделей кстати вот этих УАЗиков 236-32 является Янсерс и чек-храк ну попробуем что за УАЗики правда гараж закрыт ребята единственное что аддоны не поставлю да а так-то в целом-то можно и позажигать вот такие здесь еще УАЗы ну в принципе я так предполагаю здесь особенно-то разницы наверное у них никакой нет за исключением текстуры да а нет есть смотрите здесь у нас шноркель есть там шноркель здесь у нас уже обвес такой присутствует такой силовой бампер стоит здесь ничего нет то есть это у нас вообще как бы такой а-ля стоковый какой-то вот этот с небольшими наворотами бампер такой вроде простой здесь стоит как и здесь но только присутствует какой-то уже кенгуринчик ну ладно в принципе ребят кому интересно ссылочку могу на УАЗики оставить под видео вот такой вид в кабине ребят достаточно приятный салон с анимацией руля блин ну классно классно углазал правда уже этот салон так здесь у нас с вами вот неподалеку прям сразу же стоит 255 255 блин ну фризит карта конечно прогружаются вот эти дополнительные статические объекты так вот здесь еще и дверь какие-то что это дур а дур какой дур правая дверь написано то есть что-то та дверь открывается это не открывается странно да и капот открывается то есть дверь должна еще вот эта открываться но она почему-то не открывается может быть из-за шноркеля беда какая фиг его знает ладно захлопнемся не знаю что нам нужно вообще для открытия гаража автор меня не предупреждал ну давайте ну на самом деле вот вижу уже сразу что достаточно такой сюжет будет долгий обзорчик тоже будет не короткий делаем следующее не обещаю что гараж открою но постараюсь открыть как можно больше точек разведки автомобиль у нас так скажем под стать да экспедиционный хочется на нем покататься вес карты в архиве более 500 мегабайт ребят ну это все взаимосвязано с объектами которые использованы на этой карте в принципе изначально карта весила очень мало но она у меня не запустилась из этих объектов собственно говоря вот а так в целом о нифига себе где точка как нам к ней подъехать ого вот это экстрим ой ну что здесь автор понамазал стены трудно представить даже какая машина вот здесь проехала ну давайте я наверное здесь спущусь аккуратненько как нибудь так тормоза то какие хорошие так ну вот в принципе да спустились все прекрасно замечательно давайте посмотрим на миниатюрку что у нас здесь с вами открылось 255 у нас здесь стоит смотрите с полуприцепом ремонтным топливо заправка путь топлива ремонт здесь у нас сразу с вами заправка присутствует можно дозаправиться как говорится да давайте пересядем камаз посмотрим на его состояние ну камаз полностью убитый но его можно отремонтировать что в принципе с самим прицепом что в принципе можно кразика подогнать чтобы не тратить допустим содержимое полуприцепа ну в принципе камаз адекватный можно спокойно ехать сам все здесь мы с вами разворачиваемся ловить я так предполагаю здесь больше нам нечего здесь у нас дорога пошла да чертю знает куда она пошла там у нас еще один 255 но если я вот так метку поставлю смогу ли я туда пробраться каким-то макаром учитывая тот факт что я еду на УАЗике все таки да в принципе достаточно компактный автомобиль кстати водила нет у нас здесь ну лично мне он нафиг не нужен помнится когда обновление вышло и появился водитель я как-то к этому хладнокровно отнесся если честно и откровенно говоря блин нифига себе первая работа уже и текстурки поменены все дела обалдеть еще один дремочный 255 ребят так смотрим его состояние полностью отремонтирован полностью заправлен наверное поэтому он в такой легкой досягаемости особо я так предполагаю сюжетности он ой ручник как у нас трыкнул да слышали прикольно ручник трыкает где-то там у нас снизу точка разведки вот очередная точка разведки у нас взята получается ну и давайте съездим наверное лесоповал не знаю насколько оно все это у нас оперативно выйдет ой что-то у нас фризы такие пошли возможно из-за накладки мост на мост возможно такие подвисания вот у меня сейчас 48 ппс о вообще встал просто просто отошел пипец ребят что мне кошмар как сюда фризило я не знаю с чем это все взаимосвязано у меня сейчас вообще 40 ппс обалдеть жестоко жестоко ооо а здесь у нас стена да ну автор специально как бы сделал чтобы так просто сюда не сокращали не ездили оно и понятно вот ну не реалистичный просто это чисто вот из-за реализма это не реалистичный так а так в целом то почему бы и нет да ну учитывая тот факт оооо дверь у нас что-то фризит смотрите ооо что-то она там пыталась у нас открыться изначально она у нас не открывалась зато сейчас попыталась открыться ооо смотрите тяну лебедку у меня дверь открывается что-то непонятно с моделькой происходит но мне кажется из-за шнурки или такая финтифлюга не знаю у меня такие подозрения ой ну вот что надо было так это ну преодолел я этот участок дороги было как бы не совсем просто да но тем не менее я это сделал слушайте у меня фпс не поднимается я не знаю в чем проблема неужели из-за машины ну в принципе изначально это было все нормально да стены конечно вот эти земляные они немножечко портят внешний вид но пилка неплохо оформлена да видно что сюда навозили уже дрова из дров у нас сделали на пилораме такие доски какие-то да то есть в принципе совсем все так даже реалистично же в этом месте ух чуть дерево не впендюрил блин а как же мне туда проехать ооо туда вообще как далеко ехать надо скрыны еще делать кстати говоря не знаю наверное я буду ее выкладывать в карту эту ну единственное может быть кто-то там что-то будет если ругаться на эту карту из-за веса да то то что полгига карта весит ну просто объекты не отсортированы вот кстати у меня сейчас нормально все пошло вот вполне адекватно я про ох его мою про фпс говорю чем люблю внедорожники на своих обзорах так это то что можно по лесам на них угонять ой интересно много ли я вообще сократил а то может быть здесь два шага было ну сейчас точку разведки открою заодно посмотрю ух ты как я между деревьями да о ребят мы на лесоповале смотрите какой лесоповальчик прикольный также о а здесь разрыв ландшафта почему-то не отрекретилась у автора здесь это место смотрим на краза что у нас он тут имеет давайте проверим на состояние ну в принципе если его использовать как погрузчик здесь на лесоповале если вы вдруг приехали на машине и у вас нет крана малькулятора то его вполне будет достаточно здесь у нас смотрите вот эти камушки стоят объекты имитирующие горы все достаточно в принципе красиво сделано так поехали дальше скриншотик сделали интернет сделали все сделали ну в принципе и прикольненький лесоповал такой непринужденный да загрузиться здесь не составит никакого труда вот этот пенек может вам предоставить много хлопот особенно если вы его не заметите но это я так шучу блин смотрите у нас здесь склад какой автомобили стоит у нас здесь получается 4320 и стоит что это 4320 да 4320 и 4320 так интересно что они там делают как мне туда попасть а вон как то есть вот так как-то надо мне сюда подняться и вот сюда вот таким макаром короче да как бы не заблудиться ну-ка поехали съездим посмотрим да я даже честно говоря и не заметил эту дорогу вообще сразу ой засандалился ну грязь ребята если есть здесь то она такая нехилая я могу вам точно сказать что в принципе даже вот если я слегонца где-то касался грязи то она очень достаточно такая коварная была так ну здесь куча дополнительных статических объектов помимо всего прочего да вот домик какой-то мусипусичный прям я не знаю прям лилипутский ребят следите за масштабностью объектов обязательно следите потому что вот эта вот мусипусичность она вот просто смотрится нереалистично представляете вот смотрите я вот еду на уазе уаз выше вот к примеру вот этого домика вот изначально вот этой верандочки да ну смотрится это явно нереалистично ну давайте как-то я не знаю вот стоит к примеру да вот масштабность вот масштабность стоит шишига И вот стоит домик Ну разве это как-то Все это дело Можно сделать Здесь у нас вообще дерево проросло Сквозь здесь Гаражные части Дорогие друзья у нас здесь с вами стоят Я не знаю в каком они состоянии Правда давайте мы сейчас это собственно проверим Так ну топливо 126 здесь у нас что Топливо 78 Ну Ехать вообще конечно далековато Я так предполагаю Здесь спуститься Подожди у меня карта развернулась По моему да вот так я как-то смотрел Я не знаю сколько Чего и как тут до гаража Блин ну вот здесь вот заправка у нас Заправка так же у нас и здесь есть Ну может быть конечно Отчасти правильнее будет Наверное знаете вот на КамАЗе Сюда Шмандык вот так вот приехать Я так думаю здесь есть дорога Вот ну КамАЗа у меня сейчас под рукой нет Поэтому давайте сделаем следующее Так хотя нет стоп 78 литров мы его потащим на буксире То что у нас на буксире обычно С большей экономией топлива Два уральчика Что-то какие-то запрятаны Чистые воды запрятаны Так ну давайте ладно ПП Дифференциал Так ладно Дифференциал можно в принципе отключить Камушки фигамушки Камушки фигамушки Все вот кстати вот тоже Это дополнительный статический объект Вот эти камни Ну не знаю даже Ребят как-то вот слишком много Как-то все здесь накидано Не рационально Наверное даже Я так сказал бы Буду стараться экономить топливо Но Так же не будем забывать То что мы находимся в режиме Аркадном Как оно будет В симуляторе Я не знаю Ну только смогу что-ли не единственное предположить Плюс 1 четвертая Собственно говоря К тому топливу Которое у нас тратится Я так ну где-то на скидочку Да так говорю 1 четвертая Сколько уж по факту Я не знаю Так Получается дорога пошла у нас здесь направо Ну давайте Я не знаю как доехать до гаража Может быть правильно я поеду Может быть неправильно Фиг его знает Короче У меня вообще такая идейка возникла Смотрите Давайте я попробую открыть какие-нибудь Другие точки разведки Может быть с другой стороны Если я подъеду Будет более очевидно А хотя 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 Да блин Давайте на других уазиках Каким Прокатимся Так Ну это мой Урал Давайте на уазиках прокатимся Такой так Стоковый уазик Так Куда нам нужно с вами поехать Здесь блин дорог Мать честная Без 100 грамм что называется Не разберешься Ну примерно вот такой какой-то ориентир Я не знаю Как-то вот так Может быть Там точка разведки будет Вполне возможно Но не факт Что она будет Точка разведки Именно там Обзор длительный Карта большая В принципе Интересная карта Для первого раза У автора Очень даже не плохо Все получилось Я считаю Так Выезжаем с вами На какую-то такую Здесь Измененную Текстурную дорожку Опаньки Ух ты Какая здесь Лужица хорошая Да Души набросанная Ну я не поеду Прямо посередине Этой лужи Оно ее нафиг Тем более что на уазе Да Был бы на грузовике Может я еще и подумал бы А вот Будучи на уазе Ребят Что-то как-то Не очень хочется Тонуть там Мост полностью построен Единственное Вот эти бревки Вот эта вот Хентифлюга Опять же Под ландшафтную Ишифку Хорошо подогнена Вот Ну По большему счету На ход событий Не влияет 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 Ширина Собственно говоря Ай Блин Здесь даже Цепиться Не за что Ребята Я попал Короче Да Я попал Как бы оно печально Не звучало Но Кирдык Кирдык Короче Невнимательно Я поехал Колесики Получатся Так Ладно Без вариантов На этой машине Здесь ехать Берем Урал В таком случае Едем По тому же Самому пути И может быть Мы достанем Оттуда Уаза Постараюсь По крайней мере Просто я сейчас Еще боюсь Что Пока буду вытаскивать Оттуда уазик У нас еще И Бревна Могут Разлететься Вот что Самое Опасное Ох Хидрит Мадрид Вот это я Проскакал Да На Урале Я конечно Более Прытко Доехал До этого места Внедорожники Это конечно Хорошо Так Знаете Надо куда-то В сторонку Стаскивать Ну явно Не прям так Давайте Блин У меня вот В этом месте Тоже Что-то ППС Садится Вот я на УАЗе Здесь ехал У меня ППС Мне кажется Из-за большого Количества объектов В одном месте Вот мне реально Вот так кажется Иди сюда Иди сюда Мой хороший Ой Я его вообще Просто в хлам Убил ребят Ну Он еще живой В принципе Да Убил я конечно УАЗ В хлам Просто Я не знаю Стыдно даже На таком ездить Ладно Поехали на Урале Теоретически Урал то тоже Нормально Проехать Здесь Да О Проехали Ну поехали Поездим Посмотрим Что у нас здесь По точкам разведки Какая у нас Вот она У меня метка В принципе Стоит на нее Блин Как на нее проехать Я кипа узнаю Где то она Там высоко Давайте Наверное Съездим Сюда налево Забывай Делать скриншоты А вот Она Кстати Это она же Я так предполагаю Или не она Да Это она Вот метка Сюда У нас Пришла Там у нас Шишика Кстати С ремкой Скорее всего Не могу я Этого момента Исключить Блин А вот здесь Брод был Да Смотрите Ребят Блин Короче Хрен его знает Как оно Лучше ездить По этой карте Блин Наверное Придется возвращаться Вот здесь Брод Да Реально Можно было Здесь На УАЗе Проехать Буквально Проехать Всего Ничего Там По берегу Вот И можно Было Конечно С меньшим Ущербом Так скажем Проехать На другой Берег Хотя Казалось Б Да Вроде Бо Мост Да А вброд В данной Ситуации Поехать Проехать Было Было Проще Так Шишику Не пропукли бы Да Не пропукли Она там Прямо На дороге Где-то Стоит Нет Прикольная Карта Ребят Рекомендую Рекомендую В прохождении На самом деле Вот Шишига В принципе При повышенном Желании Можно было бы Съездить Даже На этой Шишиге Туда К УАЗику Отремонтировать Вот Ну Я считаю Что это Маленькое Будет Излишне Так Ну давайте Опять Смотреть На миниатюру Заправка На заправке И заправка Погоняет Я не знаю Что действительно Вот здесь Вот так Сразу Будет Еще одна Заправка Обалдеть Блин Ну гараж Я стопудово Ребят Не открою Уже темнеть Начинает А гаражом Что-то даже И не пахнет Блин Был бы я сейчас На УАЗе Я тут бы Хопа Насквозь Да и на Урале В принципе Можно Он без задонов Без прицепов Теоретически Все возможно Но все равно Как-то он более Габаритный Соответственно Бампером Особенно Вот знаете Можно зацепиться Так что Мало не покажется Ну вот отлично Очередная точка Разведки Не может не радовать Там у нас Смотрите Камазик Какой-то стоит Ну давайте Прямо сразу До него И доедем Собственно Да ребят У нас здесь Я так предполагаю Да Очередная заправка Опять у нас Здесь топливо Опять у нас Здесь с вами Получается Ремонт Все в изобилии На этой карте Как говорится Ешь не хочу Сдам назад Немножечко Сделаю скриншот Ну перед тем Как делать скриншот Я наверное Все таки Пересяду О здесь еще Машины стоят Офигеть Вот это да Сколько же здесь Машин Мать честная Так ну давайте Вот наверное На этой машине Я переведу время Она уж точно Мне не пригодится Где-то на такое время Утро раннее Так скажем Шесть часов Начало седьмого Так Ну где-то Где мы тут Здесь Сделаю скриншот Может быть кому-то Он пригодится Будут знать что Стоят Те или иные автомобили На карте Так а как мне Отсюда выехать А то есть Вот дорога Правее То есть Вот мы приехали Оттуда Получается А нам сейчас Прямо Прямо значит Прямо Долго что У меня на спавне Еще один уазик Стоит Если что Полностью Отремонтируем Полностью Заправлен Так Здесь у нас С вами Перекресток Ну давайте Съездим На лесоповал Посмотрим Как он там Будет Второй лесоповал Не знаю Буду ли я Скриншоты Даже при добавлении Данной карты На сайт СТМОС Мне потребуется Всего на всего Пять скринов Это максимальное Количество скринов Я так даже сказал Давайте Подъедем К машинам Ну По оформлению Мне этот лесоповал Больше нравится Я даже Как бы Вручаюсь За этот момент То есть Смотрите У нас здесь Ну вообще Охрененно Просто Охрененно Взял На меня Прыгнул А подождите Слушайте Мы-то урод не получили Красс получил урод Смотрите Да То есть Можно в принципе Да Смело его загружать На 4 очка Ребят Вообще Как нифиг нафиг Офигенно Да О Загрузились Хе-хе 4 очка погрузки И собственно говоря Ехать на пилораму Какая тут у нас Ближайшая Ну короче На какую хотите На какую едите Вон даже Здесь вот Ближайшая пилка есть Прикольно Смотрите Мы сейчас уже Кстати с вами До гаража Скоро доедем Ладно Давайте Следующая меточка Следующая меточка У нас будет Вот эта Пересаживайся В свой Урал И поехали А Забыл Посмотреть Состояние Вот этого Красса Я так думаю Он тоже вполне Адекватный То есть Отсюда можно Благодаря Вот этим Двум машинам Вывести Сразу На ближайшую Пилку Как минимум 6 очков Брёвен Еще плюс Те машины На которых Вы там Приедете В мультиплеере Например Да То есть У каждого Здесь будут стоять Машины Блин Короче Отсюда Можно вывести Сразу До фигищи Леса На много Очков Ну Преимущественно Здесь конечно Суховато Да Невзирая на то Что вроде бы Так оно В глаза Все время бросается Большое количество Грязи Да Вот Но тем не менее Так Ну здесь у нас Дорога куда-то На побережье пошла Слушайте Нет Нам надо Правее брать А то мы Я так предполагаю Вернемся На то место Где мы уже И были Здесь у нас Вот вполне Адекватный Мостик Офигеть Да Мостик Хороший От души Так скажем А куда он Там упирается Я понять Не могу Так Ну Что на тот берег Нам ехать Это факт Ооо Там река Бездонная Ребята Ооо Лучше Туда Не падать Оттуда В обратной Дороге Точно Не будет Забудете Про все На свете Зачем Такие Холмы Делать Что-то Прям Как-то Автор Здесь Переборщил Маленько С холмами Смотрите Здесь у нас Какая промзонка Прикольная Да Давайте Тоже Доедем До нее Посмотрим Видим С элементами Дрифта Блин Воткнулся Здесь Может быть С бревнами Конечно Вот так Не проедешь Да Там и грязи Кстати говоря Нет По крайней мере Я ее там Не видел Если есть То она Какая-то Может Невидимая Но Вряд ли Здесь В принципе Автор Везде Сделал Вполне Неадекватную Грязь Если она Есть То ее Реально Будет Видно Блин Офигеть Куда я Уехал Там Отчистная То есть Совсем Не туда Куда Планировал Ой Ну да Ладно Поехали Дальше Я сейчас Так Предполагаю Я вообще К уралам К этим С гаражными Частями Выйду Но мне Хотя бы Знать Ориентиры Я просто Боюсь Ехать На уралах Без топлива Топливо Закончится Гараж Я стопудово Не открою Так Вот она Точка Очередная Заправка Ну Блин А здесь У нас Тупик Ребят Как бы Оно Печально Не звучало Да Печально Как бы Не печально Но оно Печально Ладно Давайте Следующую Машину Возьмем Со спавна Офроуд Едем В таком Случа Мы с вами Ну наверное Как то Ну не знаю Вот так Вот 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 И вот Вот До моста Давайте На плюс Один Раз Некомфортно Едется На автомате Емкость Бака 100 литров Ого Гризик Здесь Вау Дрифтючий Она однако Ну в принципе Как и любой другой Автомобиль Если быстро Едет Они все Спинтайры Сидрифтючие Становятся Ой 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 Как здесь Чумаза Маневрируем Маневрируем Ребят Доехали до моста Отлично Так Ручничок Где у нас точка Вот она Точка Где-то там За горизонтом Ребят Ну я не знаю Там еще К700 стоит Не знаю Как туда проехать Правильно Давайте я немножечко Все таки сокращу Время обзора И так уже Достаточно длительное Я открою Как бы точку И будем видеть Уже конкретно Куда там ехать Ни хрена себе Вот это намеки На проходимость Офигеть Да Ну все равно Тем не менее Давайте При помощи лебедки И наверное На пониженной передаче Все таки А не на автомате Ой Опять дверь открыл Ой А что это Из-за листочки Получается То есть Из-за этой травы Что ли Открываются двери Что-то я понять Не могу Для чего Так Так Ну вот Заехали Да Мы на холме Вот осталось Теперь Еще и съехать Вон она Там внизу Наша точечка Разветочки Так Так Ох Ё-моё Какие здесь ели 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 Просочиться Мне через гелий Просочился Вообще Офигенно Да Ноль урона Ребята Вообще Шикарно Кай-700 На кой ты здесь Давай проверим Состояние Полностью отремонтировано Полностью заправлен Шикарно Вообще Можно В принципе Им пользоваться И Сколько влезет Но Ребят Здесь у нас Смотрите Да Я конечно Хорошо сделал Что сократил Потому что Я ехал бы Наверное Бесконечно Отчасти Если бы Не сокращал Вот Ну сейчас Мы будем Придерживаться С вами Дороги Ну вот Едем по прямой Грубо говоря Лужа вроде бы Как бы Даже такая Вполне адекватная Знаете Я сейчас только Скриншотик Сделаю Достаточно Интересная Такая местность Вообще Карта Она достаточно Такая Своеобразная Вы знаете Ну Не то что Прямо Какие-то Такие Однообразные Карты Вроде как Здесь Свобода Такая Какая-то Присутствует При всем При этом Вроде И не везде Проедешь Ну то есть Как-то так Интересно Получается Здесь что-то Колея Вообще Мимо дороги Ай-яй-яй-яй-яй-яй И в колею В этот Пендерился я Разогнался Слишком быстро И впендерился В колею Будем Придерживаться Дорог Не вижу смысла Здесь вообще Скощунить Здесь вроде По дороге Неплохо Едется Результат Как-бы Один А дорога Тоже Одна Ну Вот здесь По-моему Можно Конечно Скощунить Давайте Вот так По мосту Мостик Фигостик И вот здесь Давайте Я сейчас Попробую Все-таки Съехать С бревнышками Наверное Особо Здесь Не посокращаешь Хотя Фиг его знает Ребят Каждый Способен На многое Та-да-дам Блин Чуть не шмякнулся Так А куда я еду Куда я еду Куда-куда Ой Что-то завис Вообще Конкретно О Отвис Так Там у нас Дорога Там опять Холм Какой-то Блин Ребят Фиг поймешь Вообще Куда Там Чего Ну Дороги Извиваются Как Змеи Блин Вообще Просто Очень Извилистые Дороги Я уже Честно говоря Отчасти Привык Потому что Здесь Такие Отвесные Отвесные Холмы Так Как нам Туда Попасть Ну Вот Здесь Элементарно Можно Сократить Блин Да что ж ФПС Время От Время Это Садится Понять Не могу Ей Бог Ребят Может Что-то Из-за Дистрибьюшн Потому что Машина Если бы Она Фризила Она Фризила Постоянно То есть В принципе Что-то Получается Из-за Карты Что конкретно Какого-то Ну Насокращал Короче Вот я Доехал До точки Разведки Блин Она не Последняя Зараза Я тоже Думал Что она Последняя Будет Ну да Ладно Так А как же Нам в гараж Все-таки Попасть А попасть В гараж Ребят Смотрите Сами Вот Так Вот Так Вот Блин Ну Не близко Ехать Ну Давайте Доедем Че Раз Мы Начали Да Как Говорится Сказал А Говори Б Так Давайте Доедем До Гаража Попробую По крайней мере Получится У нас Это Или Нет Я Не знаю То Хватит Нам Топлива Так Здесь Уходим Правее В принципе Все время По прямой Причем Очень Долго По грязи Прям Я не поеду Тем самым Буду Экономить Топливо Не Лучше Ехать Вот Здесь По обочине Здесь Мне кажется Мы гораздо Быстрее Поедем Нежели Я поеду По дороге Не Прикольная карта Ребят Ребят На самом Мне Мне нравится То Как автор Подобрал Приноси Долбану Подобрал Вот этот Материал Для Ландшафт Офигенно Прикольно Смотрится Она Вообще Как бы Такая Карта Полупустынная Я не знаю Вот опять грязючка Здесь пошла Но мы попробуем Ее миновать Косяк С водой Вода Висит В воздухе Ребят Ну В принципе Учитывая Что это Первая работа Автор И взялся За максимальный Размер Сразу Не 8 на 8 Там Даже не 16 на 16 А 32 на 32 Я считаю Что Достойно Уважения И Получилось У него Достаточно Неплохо Как по мне Ага Только я не туда Повернул Мне вот сюда Вот надо Давайте Я наверное Даже прорисую Себе Маршрут Что более Точно Проехать Безошибочно Так скажем Поехали туда Да емая Ручник Зараза Топлива Надеюсь Хватит Надеюсь Да емая Ну давай 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 Езжай Да Мостик У нас в воздухе Висит Получается Ну знаете Вот могу подать Определенную Такую Идейку Небольшую Смотрите Смотрите Ребят Вот кто будет Проходить Вот видите 65-22 стоит Вот открыли Вы его Хопа Взяли Вот сюда Его подогнали Сразу сюда Подогнали Можете Прям на двух Машинах Ехать Там не знаю Или сразу КамАЗ сюда Это гнать Либо сюда Его подогнали Едете Мимо на Уралах Заправляете Их Ремонтируете Там если надо И продолжаете Свой путь В гараж Зубь верю Зубь Добро Я Анту Я Я Но теоретически вообще топлива должно хватить, мне кажется Так что можно и особо не заморачиваться в этом плане Может быть, да, в симуляторе будет топлива расходоваться несколько больше Ооо, нифига себе, я там долбанулся Ну, завелся вроде чем Вот, топлива будет расходоваться больше, но тем не менее его хватить должно Где-то у нас тут еще неподалеку точка разведки должна быть Наверное, вот на этой территории где-то Территория здесь достаточно такая просторная А где у нас сам гараж, где локация, которую нужно открыть А вот Так, а сколько у нас топлива осталось, интересно, в другом Урале Так, ну давайте, наверное, сразу здесь я его, собственно говоря Пересаживаемся Ну, видите, вот да, то, что он ехал на буксире За счет этого топлива в нем очень мало расходовалось Ну вот, гаражик мы с вами открыли Вот она, точка разведки Давайте ее тоже попробуем каким-нибудь макаром открыть Не пойму, она в лесу, что ли Или возле леса Просто отсюда не видать А, вот она, да, появилась Ну вот как-то вот так Вот такая вот, ребят, прикольная карта Большая, интересная, много транспорта Много всего самых, ну таких интересных каких-то остросюжетных моментов Такие как мосты там, да, вот те же самые Ну, интересно, познавательно Единственный недостаток То, что автор не отсеял, собственно, объекты от этой карты Весит она более чем полгига даже Ну, я думаю, ни для кого не составит никаких проблем Скачать, установить, если вам карта эта действительно понравилась Ссылка на карту под видео также будет добавлена на сайт STMods В моей группе ссылочка на нее вместе с этим видео также будет добавлена И всем спасибо за просмотр и всем пока